Добрый день, уважаемые коллеги и зрители телеканала МТМ! Мы рады вас приветствовать в муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. Тема сегодняшней пресс-конференции «Сколько запорожцы будут платить за газ и тепло? Новые социальные нормативы для пользования услугами по газоснабжению и теплообеспечению». Всесторонне осветить эту тему помогут наши гости. Председатель правления «Запорожгаз» Дмитрий Александрович Никифоров и заместитель генерального директора концерна «Городские тепловые сети» Татьяна Ивановна Цигельник. С 1 октября вступила в силу постанова Кабинета Министров об изменении норм потребления газа для такой категории потребителей природного газа, как населения. В чем изменение ее основное? В том, что в тех квартирах, в которых нет счетчиков, и потребление по нормам считается, если одна газовая плита с 9 кубов, норма уменьшена до 6 кубов. В тех квартирах, где есть колонка газовая и газовая плита, с 23 кубов до 18 уменьшена норма потребления, это месячная, на одного человека. И при отсутствии горячего водоснабжения была норма 18,3 куба, сейчас 9 кубов. Это с 1 октября такие нормы сейчас действуют. Казалось бы, население и правительство о том, что необходимо населению меньше будет платить, должны радоваться, и мы должны ждать от этой постановы и от этих уменьшения норм экономии газа. Давайте проанализируем, и я бы хотел свою точку зрения высказать по поводу этих норм. К сожалению, к экономии газа это не приведет. И тем более к экономии средств для того, чтобы мы меньше платили за газ нашим внешним поставщикам для Украины, это тоже не приведет. Сейчас я объясню почему. Первое. У нас есть программа бесплатной установки счетчиков. На одну плиту и на плиту плюс колонку. Сейчас как раз действует программа на плиту плюс колонку. До 1 января 2016 года мы должны поставить во всех квартирах, где нет счетчиков и есть плита и газовая колонка, должны поставить коммерческие узлы учета, счетчики. Сейчас даже при норме 23 куба, когда была норма до 1 октября, мы не могли людям объяснить и сказать, что с узлом учета ему будет выгоднее потреблять газ и платить за него. Представляете, если ему с 23 еще уменьшили на 18. Люди вообще откажутся от установки коммерческих узлов учета. Потому что без узла учета он может потреблять столько, сколько хочешь. Наше правительство решило, что достаточно 18 кубов. К сожалению, это не так. Если бы людям было достаточно 18 кубов, и они бы потребляли меньше, на самом деле, они бы с удовольствием ставили узлы учета. Люди потребляют гораздо больше. Для тех квартир, у которых только одни плиты, казалось бы, тоже 6 кубов и 9, разница большая. Особенно проблемным сейчас в этом году стало потребление газа при отсутствии горячего водоснабжения, которое люди получали из труб горячей воды. И в связи с экономией опять-таки газа, теплосети решили не давать горячую воду. И из-за чего люди стали больше платить за природный газ. И вот это уменьшение с 18 на 9 кубов, казалось бы, для людей должно быть лучше. Но давайте посмотрим и здесь ситуацию. Будет ли экономия, при том, что при 18 кубах люди неохотно ставили узлы учета в своих квартирах. А что будет при 9 кубах? На самом деле люди потребляют больше. Также в прессе и в средствах массовой информации на телевидении прозвучало из уст высокопоставленных чиновников о том, что облгазы, ну, Запорожгаз тоже является облгазом, за год умудряются на вот этих якобы сэкономии природного газа в течение года за счет того, что норма высокая, люди потребляют меньше. Якобы в трубах остается остаток газа, который облгаз, в данном случае Запорожгаз, продают промышленности уже по другой цене. Не по рубль 10, как мы продаем его населению, а по 6 гривен, так как мы продаем его предприятиям. Итого облгазы в течение года якобы на этом имеют 500-600 миллионов долларов в течение года прибыли, доходов. Если бы это было так, наверное, очень много было бы уголовных дел, которые были бы притворены в жизнь. И этого даже теоретически сделать невозможно. Ресурс газа распределяет НАК «Нафтогаз» Украины. Если на население выделено определенное количество газа, на промышленность выделено определенное количество газа, его не скроешь и по информации, которую мы подаем НАК «Нафтогаз», мы его никак не покажем. Единый орган, который регулирует, контролирует и проверяет в том, кто сколько газа потребил НАК «Нафтогаз» Украины, знает все. Поэтому, как минимум, непрофессионально было сказано по поводу того, что облгазы якобы наживаются на том, что продают тот газ, который сэкономили на населении. Если бы мы имели такую экономию, у нас бы не было потерь. К сожалению, у нас есть потери. Технологические, технические, на утечках и так далее. Поэтому эта постанова не дает возможности нам, облгазам я имею в виду, потерять свои доходы в размере 500-600 миллионов долларов. Последнее, что бы я хотел сказать. У нас в стране есть льготные категории потребителей. Это те, кто пользуется субсидием, это те, кто пользуется разного рода льготами. И в этом году еще добавились те, которые получают компенсацию за природный газ в связи с тем, что с 1 мая цена на газ увеличилась. Так вот, с введением новых норм эти все три категории потребителей очень сильно пострадают в плане возмещения оплаты за использованный природный газ. Поэтому можно самим сделать вывод, хорошо или плохо, и с какими перспективами вот это понижение норм подействует на такую категорию потребителей, как население. На сегодняшний день действуют новые тарифы. Утверждены они были еще в июле месяце Национальной комиссией по вопросам регулирования коммунальных услуг. И если, скажем, в прошлый этапительный сезон при отсутствии приборов учета стоимость метра квадратного была 6 гривен 516 копеек, то сегодня новая цена за метр квадратный составляет 8 гривен 31 копейка. Это для тех жителей, у которых отсутствуют приборы учета. Там, где на доме или в квартире есть теплощетчик, прибор учета тепловой энергии, эта стоимость будет составлять 356 гривен 14 копеек за одну гиокалорию. В прошлом отопительном сезоне эта стоимость была 281 гривна 16 копеек. То есть тарифы на услуги централизованного отопления выросли порядка на 27,5%. Оплата за услуги централизованного отопления у нас в городе уже существует давно только по факту получения услуги. То есть в отопительный сезон ежемесячно, скажем, в среднем однокомнатная квартира имеет площадь где-то 33 квадратных метра. И для такой семьи, для такой квартиры стоимость услуги отопления вырастет где-то порядка на 60 гривен в месяц. Для двухкомнатной квартиры, где у нас в среднем отапливаемая площадь где-то 50-54 квадрата, это где-то порядка 70% увеличится стоимость услуги отопления. И для трехкомнатной квартиры это примерно где-то 110-115 гривен в месяц в отопительный сезон увеличится стоимость услуг централизованного отопления. С 23 октября у нас в городе Запорожье начался отопительный сезон. И оплата за услуги отопления будет предъявляться в счетах жителям с учетом фактического времени подачи. В тех домах, где с отставанием начался сезон на сутки, на двое, на трое, у нас есть разное время подачи в дома жителей теплоносителей. Согласно порядка перерасчета, утвержденного Кабинета министром, в домах, в которых нет приборов учета, а предъявляется нормативная оплата, идет снижение оплаты за каждые сутки отклонения от начала отопительного сезона на 3,3%. С учетом того, что отопительный сезон начался с 23 числа, эти дома будут иметь тариф 2 гривны 41 копейка, а в тех домах за метр квадратный, это дома я называю стоимость без приборов учета. А в тех домах, где было отклонение, началось 24 числа отопления или 25, там сумма платежа будет снижена на 3,3% за каждые сутки. Я акцентирую внимание, что это касается домов, не оснащенных приборами учета. А там, где в домах приборы учета теплощетчики стоят, естественно, будет предъявлена оплата по показаниям приборов учета. И еще один момент, который бы хотелось акцентировать внимание всех жителей нашего города, это именно изменение социальных норм и нормативов для льготной категории граждан и для категории граждан, которые оформляют субсидии. По площади отапливаемой для льготной категории граждан здесь никаких изменений нет. Я просто напомню, что для льготной категории граждан эта площадь отапливаемая норма составляла 21 квадратный метр на человека, на льготчика, и 10,5 квадратных метров на семью. Этот норматив не изменился. Изменился этот норматив по площади для назначения субсидий. Если раньше он также был 21 квадратный метр на одного члена семьи и 10,5 на семью, то сейчас он увеличился именно для назначения субсидий. И стал составлять 13,65 квадратных метра на одного человека и 35,22 квадратных метра в целом на семью. То есть это получается чуть больше 48 даже в целом на семью. Это для субсидиантов. Для льготчиков, я повторюсь, здесь не изменилось этот норматив по отапливаемой площади. Изменения коснулись норм по горячей воде. Сегодня этот социальный норматив для назначения льгот и субсидий составляет 1,6 куба. У очень многих жителей стоят счетчики горячей воды. И, конечно, в те периоды, когда подается горячая вода, счетчики фиксируют эти показания. И если эти показания по приборам учета будут превышать эту норму для льготной категории граждан, то превышение вот этой нормы 1,6 куба оплачивается будет 100%. То есть льготная норма дается именно на вот этот показатель 1,6 куба. Законодательно этим постановлением было предусмотрено только один нюанс. Для инвалидов войны было прописано, что в случае отсутствия у них приборов учета, начисления производятся по вот этой установленной норме 1,6 куба. У нас читатели некоторые говорят, что им дали отопление, но не появилась горячая вода. Скажите, во всем ли городе будет зимой горячая вода? Сегодня как раз наоборот ситуация. У нас практически во всем городе отсутствует горячая вода. То есть на сегодняшний день те лимиты, которые выделены нашему предприятию, их сегодня хватает для того, чтобы обеспечить город услугой отопления. По поводу, вот вы сказали, что насчитывается оплата за отопление, будет с момента, ну по факту поступления. Вот так же к нам звонят жители нашего города. В дом тепло дали. У соседей есть, но на пятом этаже, к примеру, на верхнем этаже никто не живет, стояк никто не продул. То есть по идее у людей должно быть тепло, но тепла нет. Будут ли они в этом случае платить за отопление? Сегодня у нас все эти вопросы решаются совместно с балансодержателями домов. Если это дома коммунальной собственности, мы отрабатываем все эти вопросы совместно с КП основания. И неважно, куда люди обратились, то ли в колл-центр 1580, то ли непосредственно в КП основания, в службы диспетчерские дежурные или в службы концерна. В индивидуальном порядке все эти обращения, все эти объемы фиксируются. Сегодня порядок перерасчетов за несвоевременное начало отопительного сезона предусмотрен в домах при отсутствии приборов учета, чтобы это жители понимали. Перерасчеты будут производиться по информации, которую нам будут фиксировать и предоставлять балансодержатели. Скажите, сейчас везде ли в школах, детских садиках и больницах включено отопление 100%? И какая там, может, средняя температура? Вы как-то это проверяете, нет? По информации, которую имеем мы у себя на предприятии, что у нас сегодня 100% обеспечены школы и сады, больницы отоплением. И фактов обращений по поводу некачественного предоставления температурного режима у нас нет на сегодняшний день. По домам есть индивидуальные обращения сегодня граждан. По информации нашего предприятия, теплоноситель у нас подан абсолютно во все дома. Там, где сейчас есть проблемы индивидуальные по стоякам, то это все решается в индивидуальном порядке, как я говорила, вместе с балансодержателями домов. Дмитрий Александрович, скажите, пожалуйста, сколько у нас бытовых потребителей не имеют счетчиков учета газа? И вот вы сказали, что хотя нормы для них снижены, а они все равно будут потреблять газа больше. Можно цифры привести? У нас на сегодняшний день без узлов учета больше 220 тысяч абонентов. Это те, которые не имеют счетчиков. Что касается того, сколько на самом деле потребляют абоненты, тут цифрой сложно сказать. Я могу в целом, если подводить баланс в целом по населению, и именно брать во внимание такую категорию, которые не имеют коммерческого узла учета, то некоторые, их меньшинство, потребляют, конечно, меньше нормы. Кто к ним относится? Одинокие люди, которые завтракают и ужинают дома, остальное время где-то, может быть, в других местах, или не готовят много для себя продуктов. Основная масса абонентов, которые не имеют счетчиков, они потребляют как раз по тем нормам, они, кстати, были не зря в свое время рассчитаны, и 9 кубов – это среднее потребление на одного человека в месяц. Это действительно так. Это цифра непридуманная, это цифра рассчитанная. Уменьшая нормы, правительство поставило облгазы, облгазы, в том числе и Запорожгаз, в такую ситуацию, когда мы ежемесячно теряем 2 миллиона кубов газа, за которые нам, НАК «Нафтогазу», все равно придется платить. Но уже платить не по рубль 10, как платит нам население, а платить уже по 6,50, как за промышленность. Естественно, мы будем добиваться того, чтобы тариф, который сейчас у нас есть, он повысился, и что, в свою очередь, даст толчок для повышения цены, в том числе и для населения. Тут у нас в «Пересвилизе» есть такие цифры. Ну, 220 тысяч населения, что… Да, я же сказал, 220 тысяч… А вот эти 66 миллионов, 41,7 миллионов, то есть разница в 24 миллиона кубов – это, получается, ну, как бы потери вашей компании. Да, если брать во внимание, я же вам говорю, что это годовые цифры. Вот если из 66 вычесть 42 миллиона, 41,7, вот то, что в «Пересвилизе» написано, вычтите, это будет приблизительно 24 миллиона кубов. Я же так и сказал, разделим на 12 месяцев, это будет 2 миллиона кубов в месяц. Вот об этих потерях я и сказал. А если вот норма, как вы говорите, вот человека 1 на 9 в месяц, ну, если он больше кушать будет себе там готовить, это что, ему газа не хватит, или он будет больше платить, или как? Смотрите, норма – это то, за что человек будет платить. Вот была до 1 октября 9 кубов газа на одного человека, после 1 октября 6 кубов газа. То есть он может потребить и 10 кубов газа, но заплатит нам только за 6. Вот это о чем говорит. То есть мы же не знаем, сколько он на самом деле потребит, этот человек. Мы можем только предполагать, но он заплатит только за 6 кубов. Ну, вам же, наверное, по нормам этот газ отпускает. Раз нормы уменьшили, значит, и вам, наверное, меньше должно этого газа давать. То есть если 1,10, то другому не хватит? Или как вообще это будет распределять? Если бы у всех были узлы учета, то мы бы видели, кто сколько потребляет. 220 тысяч абонентов не имеют узлов учета. 220 тысяч – это не человек, это абонентов, это квартир. Это 220 тысяч квартир. Так вот, сколько они потребят в месяц, никто не знает. Поэтому нам не отпускают, что на 220 тысяч умножаем на 6 кубов, вот нам столько газа. Мы же… Вот здесь же есть, наверное, среди вас, у которых нет узлов учета, да, нет счетчиков. Есть же, наверное, что вам только 6 кубов дают и все, и больше скажут, не берите. Как мы можем это сказать? Сколько потребите? Хоть 100 кубов. Мы этого не сможем ограничить никак и не увидим. Хоть включите газ, все 4 комфорки, и целые круглые сутки у вас будет гореть. Вот как раз об этом я и говорил. Вот экономии этого не будет. В том направлении, что экономить газ для котелин, естественно, котельные будут уменьшать температуру воздуха в квартирах, да? Было 18, Татьяна Ивановна, может быть, я ошибаюсь. Сейчас будет чуть ниже, может быть, на градус ниже, да? Но, по крайней мере, есть такое требование со стороны правительства. Уменьшить температуру в помещениях. За счет чего ее можно увеличить, эту температуру? Как раз один из способов увеличения температуры, за счет того, что включить все 4 комфорки на плите, открыть духовку, ее включить, правильно? И погреться, если вдруг кому-то не хватает 18 или 17 градусов тепла. Но заплатит этот человек только за 6 кубов, а потребит, может быть, и 15, и 20. Вот о чем идет речь. То есть жители в любом случае будут платить за 6 кубов. Остальное будет заплачивать за пару раз. Правильно или нет? Верно, верно. Жителям это выгодно, да? Выгодно. На сегодняшний день это выгодно, да. На каком основании, если у человека есть водонагреватель, ему начисляется за подогрев воды газом? Спасибо, хороший вопрос. И он постоянно звучит со стороны абонентов и на наших телефонах. Когда была введена норма при отсутствии горячего водоснабжения, а было это в 90-х годах, тогда очень маленькое количество людей, которые имели электрические водонагреватели. И поэтому не учитывается в той постанове, в которой сказано о том, сколько человеку должно начислиться при отсутствии горячего водоснабжения. И нету вариантов. Одному, давайте вот у этого есть водонагреватель, ему начислим не 9 кубов на человека, а начислим ему 6, потому что у него есть водонагреватель. А вот этому, у которого нету, начислим 9, так как, согласно постанове, нету этих ограничений. Каждому одинаково. 9 кубов с человека есть водонагреватель, электрический нету, этого не предусмотрено в постанове. То есть получается, что все-таки людям надо бы как бы устанавливать эти приборы учета, и тогда будет понятно, потреблял он, не потреблял. Расскажите, пожалуйста, вы уже устанавливали на оплатной основе, на безоплатной, и как ситуация сейчас обстоит? На сегодняшний день установка счетчиков идет по двум направлениям. Первое – это бесплатная установка счетчиков. Второе – это платная установка счетчиков за деньги клиентов. Бесплатная установка счетчиков производится на основании закона Украины о коммерческих узлах учета. На сегодняшний момент мы завершаем программу, которая завершается 1 января 2016 года, в тех квартирах, у которых есть плита и газовая колонка. То есть до 1 января 2016 года. Те абоненты, которые не поставят счетчики в своих квартирах, у них с 1 января 2016 года мы имеем полное право их отключить от сети газоснабжения. Да. Та категория людей, у которых только одна плита, закон действует до 1 января 2018 года. То есть, когда мы завершим один закон, мы приступим к другому. Что касается второго направления, платного, то есть некоторые люди не хотят ждать, хотят сейчас установить счетчики. Да, мы без проблем ставим по заявлению. И стоимость этих работ под ключ, так называемый, это стоит от 1800 приблизительно до 2400 гривен. Это зависит от местонахождения счетчика на кухне и от количества квартир, которые необходимо отключить и включить для того, чтобы произвести врезку в систему газоснабжения. Дмитрий Александрович, я правильно поняла, тем, у кого одна плита, с 1 января начнут бесплатно подключить? Закон действует и сейчас, но мы приоритет отдаем тем людям, у кого плита и колонка. А с 1 января 2016 года у нас абоненты только останутся с одними плитами, которые без счетчиков. Поэтому мы будем только им ставить эти счетчики. Какие прогнозы? Если город не сможет сэкономить вот эти 30% газа, на которые нужно меньше потратить, может ли получиться, что в феврале, допустим, не будет отопления вообще в городе? Я уверен, что такого не произойдет, что вообще в городе не будет тепла. Вы только себе представьте, если при минус 10 отключить отопление. Это катастрофа, о которой даже и думать не хочется, и даже в теории представлять ее не хочется. Поэтому тепло будет. Вопрос в том, по какой цене и в каком количестве. Хватит ли тех градусов, которые будет подавать теплосеть в квартиры, чтобы человеку действительно было комфортно и тепло. Это зависит от того, первое, не от нас, не от президента, не от кого. Это зависит от погодных условий. Какая будет погода в этом году, в этот отопительный сезон? Будет мягкая зима, естественно, и газ сэкономится, даже не прилагая усилий, имея в виду не введение каких-то альтернативных видов топлива, не отключая каких-то абонентов, он сам по себе сэкономится. Вопрос другой. Если будет холодная зима, вот если будет холодная зима, тогда тяжело спрогнозировать, как, какими способами и каким образом мы сможем сэкономить вот эти 30%, которые от нас требуют. Экономия будет в основном за счет, опять-таки, теплосетей, вот уже экономия идет. Нам горячую воду не дают в квартире? Не дают. На этом газ экономится? Экономится. Это один из вариантов экономии. По Запорожью, может быть, это не так заметно, а по области переходят некоторые котельные на альтернативные виды топлива, то есть на пилет, на электроотопление. Это тоже даст возможность сэкономить газ. Хотелось, чтобы эта экономия не воспринималась чересчур прямо. То есть 70% взял от прошлого года и потом выключил, и больше не берешь. Для промышленных предприятий это невозможно сделать. И слава Богу, пускай берут столько, сколько им надо, для того, чтобы выпускали продукцию, давали работу людям, продавали эту продукцию и приносили в бюджет деньги. Вот бесплатная установка счетчиков. Что она в себя включает? Ведь многие горожане жалуются на то, что приходят устанавливать бесплатный счетчик, но устанавливают его посредине кухни, посредине стены. Хотите куда-то сместить более удобное место, платите деньги. В среднем это стоит 800 гривен. Вы знаете об этой ситуации? Вообще это как бы законно, и могут ли люди куда-то на это жаловаться? Ведь это уже не бесплатно. Не очень приятно слышать такие вещи о том, что требуют деньги при бесплатной установке счетчика. Будем так говорить, это установка счетчиков согласно государственной программе. При установке счетчиков согласно государственной программе ни копейки человек не должен платить. Ни за что. Ни за тех условия, ни за проект, ни за... Или в этом углу кухни ставится, или в том углу кухни ставится. Главное одно. Соблюдение правил безопасности. Если человек просит установить счетчик на полу, ну, внизу, где-то в шухляде, чтобы его не видно было, чтобы аккуратно было, этого нельзя сделать согласно законодательных документов, правил безопасности, государственных норм и правил, то, естественно, ему никто там не поставит. Но выдержать, кроме того, что самих правил, выдержать еще и эстетически, чтобы это красиво выглядело для человека и для его помещения, мы должны и обязаны это делать, если оно не противоречит нормам. Никаких денег людей не должны никто брать. Если человек не согласен, что в этом месте ему счетчик по какой-либо причине будет мешать или не нравится, что здесь ставят, и он хочет поставить его в другом месте, у нас есть проектно-сметный отдел. Так вот, на стадии проектирования и надо решать вопрос, а не тогда, когда уже пришел сварщик и варит. У сварщика есть перед глазами проект, в котором уже нарисовано, где должен стоять счетчик. Поэтому на стадии, когда к вам пришел проектант и будет рисовать в проекте, где установить счетчик, вот здесь вы должны с проектантом договариваться. Я не имею в виду денежных взаимоотношений. Я имею в виду высказывать свои пожелания, где бы вы хотели видеть этот счетчик. Хочу вопрос задать по льготным категориям. Вы сказали, что они теперь будут получать в уменьшенном размере компенсацию. Есть ли у вас цифры? Вот, допустим, дети войны. Сколько они получали раньше компенсации, а сколько теперь будет их вот эта льгота составлять? Раз понизили нормы, поэтому им понизили и компенсацию их льгот. Ну, к примеру, если у человека компенсировали за 9 кубов газа, а сейчас норма 6, то ему будут сейчас компенсировать не за 9, а за 6. А он-то может спожить и не 6, а больше. И за это то, что больше нормы, он будет платить. Особенно это скажется на тех людях, которые имеют отопление. Если раньше людям, тем, которые имеют отопление, компенсировалось за 370 квадратных метров, им давалось по льготной цене. Все, что свыше они возьмут, они платили сами. То сейчас 250 уменьшили на 120, да. То есть государство будет компенсировать на 120 меньше. То есть человеку надо будет за большую количество газа платить. Вот это принципиальное различие. Мы будем завершать нашу встречу. Благодарим наших гостей за исчерпывающие ответы, а вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждем вас каждую неделю в муниципальном пресс-центре. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова